Всем привет! Советы и подсказки высшего разума. Такова тема расклада. Я думаю, что в нем каждый услышит для себя что-то важное. Давайте посмотрим, на чем расскажут карты. Так, король кубков и старший аркан нулевой и суд. Смотрите, здесь ситуация связана с мужчиной, с важным для вас человеком. И какой-то новый путь вы начинаете, может быть, новые отношения, обнуление идет. Здесь перезагрузка какая-то произойдет. Но больше я склоняюсь к тому, что это какие-то новые отношения, партнерские. Начинается новый виток в вашей жизни. Карта суд. Начало нового витка в вашей судьбе. Здесь новый человек появляется. Новый человек. Вы взаимодействуете на почве денег почему-то. Но этот человек вам по судьбе. Вот неважно, кто он. Может быть, партнер какой-то по работе новый. Но этот человек дается вам свыше. Колесо фортуны карта. И девятка пентаклей. Человек заинтересован в деньгах. Вы, соответственно, тоже заинтересованы. Здесь партнерский союз какой-то будет. Шестерка пентаклей. Общий путь. Общий путь, где люди объединены какой-то одной целью. Но здесь финансовая стабильность какая-то идет. Вы вместе с этим человеком приходите к союзничеству. Может быть, к договоренности придете, если у вас конфликт давний. И вы, на самом деле, от этого сотрудничества только выигрываете обе стороны. Только выигрывают. Эта ситуация довольно-таки долго уже продолжается. Может быть, у кого-то так действительно проиграется. Ну, в принципе, в принципе, по двойке жезлов. Я скажу так, здесь будет перемена какая-то более активная. Будет продвигаться эта ситуация. Если был застой, например, был конфликт, и вы не могли договориться, то в будущем будет меняться ситуация. Здесь какой-то конструктивный диалог будет между вами, который приведет к тому, что вы получите свою часть прибыли, да, или свою часть успеха, и этот человек получит, соответственно, свою часть успеха. Это вас устроит шестерка кубков. Вас обоих это устроит. Если же сейчас конфликтная ситуация у вас, может быть, судебные разбирательства какие-то, развод проблематичный, да, совет карт прийти к соглашению, к договоренности, поставить точку в этом конфликте. Иначе вселенная вас не услышит. Потому что вот эти затяжные конфликты, когда каждый стремится получить свое любым путем, это приводит в никуда, это вытягивает энергию, это не дает продвигаться дальше ни вам, ни той стороне. Это такой капкан, в котором люди сидят долгое время и просто не могут выйти в какой-то результат. То есть здесь безрезультативность, она подходит к концу. Либо вы поставите точку, либо тот человек, но либо же вы все-таки как-то найдете точки соприкосновения вдвоем. Вот так. Но здесь идет выход в результат конкретный, к договоренности, к полной перезагрузке ситуации. Старший аркан правосудия. Ситуация выйдет в какую-то справедливость. Даже переживать об этом не стоит. Вы не потеряете то, что сейчас, возможно, опасаетесь потерять. Здесь весы изображены. Это значит, что равновесие какое-то будет. То есть я говорю, что две стороны, они будут удовлетворены результатом. Договоренность через интеллект будет идти. У нас дама мечей выходит. Ну, кстати говоря, может быть, третье лицо поможет. Даст мудрый совет. Какой-то мудрый будет расчет. Правильно сделана будет ставка. И это сработает. Это устроит обе стороны. А здесь результат исполнения. Карта звезда. Четверка жезлов. Опять же, да, партнерская карта. Здесь люди довольны. Они получили результат. Они нашли какой-то оптимальный вариант. Хорошо, результат замечательный. Он нам ясен. Совет. Как прийти вам к этому соглашению? Возможно, сейчас пока еще проблематично. Давайте посмотрим. Как прийти? Ну, умеренность. Умерить какие-то свои требования, амбиции. Знаете, как? Когда человек нам противостоит, или мы противостоим кому-то, мы завышаем требования. Мы забываем о том, что есть человеческий фактор. В любой ситуации нужно действовать, исходя из того, что есть человеческий фактор. Что все люди, и что все должно быть по честности, по справедливости. И что не стоит завышать планку требований, выставлять какие-то жесткие условия друг к другу. Всегда нужно стараться через дипломатию прийти, насколько это возможно. Прийти к результату, я имею в виду. Вот именно этот момент, который я сейчас озвучила, он и приведет вас к победе. Туз мечей. Крупная победа. То есть не жесткий напор, не какие-то высокие требования, не какие-то свои амбиции, эмоции, а именно вот такое спокойное рациональное мышление. Работа интеллекта всегда приводит к дипломатии. Еще совет, какой вам. Ну вот стабильность у вас, видите, выходит. По карте умеренность. Вы снижаете планку своих требований со своей стороны, да? Выходите в результат. И вот она, ваша стабильность. Стабильность – это результат, который вас устраивает. Двойка мечей, да, трудные взаимоотношения. Здесь много скрытых моментов. Возможно, вы чего-то не знаете. Но как бы на это не надо обращать внимание. Даже если человек вам что-то не договаривает, да? Вы считаете, что он действует нечестно по отношению к вам. На это не стоит обращать внимание. Идите своей дорогой, своим путем. Будьте мудрее. Ведите себя более корректно. В рамках законодательства, да? Спокойно, уверенно. И результат будет тот, который вы хотите. Если человек ведет себя как-то некрасиво, да? Нелицеприятно по отношению к вам. Это его личное дело. Вы отвечаете только за себя. Вы откроете эту закрытую дверь. Она очень долго закрыта. Но вы ее откроете. Старший аркан, колесница. Прорыв вперед. Динамика развития ситуации. В том направлении, в котором вы хотите. Даже если вы не знаете всех скрытых обстоятельств. А ну вы отчаиваетесь, видите, сейчас. Вы отчаиваетесь и не видите шансов. Девятка мечей и тройка кубков. Часто за вот этим вот отчаянием, за ощущением безысходности, когда нам кажется, что мы ничего не можем изменить, что на нас свалилась эта проблема, и мы не в состоянии поднять этот груз. мы не видим за этим возможностей. Достаточно успокоиться, мобилизоваться, да, внутренне. Вот так вот прям взять себя в руки и продумать четко свои действия. Прямо стратегию выстроить. Шаг за шагом. Что вы будете делать дальше? Не хватает вам компетенции, да, нужен мудрый совет, обратитесь. У вас будет вот дама мечевая, человек, который сможет вам помочь, человек интеллекта, человек, который компетентен, может действительно помочь вам разобраться в этой ситуации. То есть варианты есть разрешение этой проблемы. Надо только подойти к этому рационально, да, драмотно. Вы имеете все шансы снова занять с трон карта Император, Верховная Жрица, три старших аркана, еще башня, триада старших арканов. Я вижу, что вас как будто низвергли с этого трона. Это какая-то потеря была для вас очень существенная. Но вы вернете себе этот трон, если вы продумаете стратегию своего поведения. Что конкретно вам нужно делать? Что конкретно? Действовать. Король Жезлов. Это мужская энергия. Это мобилизация внутренняя себя. Это настрой на победу. Очень важен настрой, потому что Вселенная должна видеть, что вы хотите получить результат. Жезл в его руках. Это какие-то моменты, которыми вы можете оперировать. Подумайте, есть ли у вас в этой ситуации какие-то козыри. Наверняка они есть. Используйте это для достижения своих целей. Ну вот вы выходите в девяточку кубков исполнения желаний, достижения цели, которые вас полностью устраивают. Вы успокаиваетесь, потому что вас устраивает это положение дел. Вот так Вселенная подбросит вам возможность, шанс показать себя, получить то, чего вы заслуживаете. Или вернуть себе то, что вы когда-то потеряли. Потому что ставит вас с кем-то в равных, в равной ситуации, в равное положение. Используйте этот момент. Очень многое будет здесь зависеть от ваших действий, от вашего настроя, от вашей веры в победу. Надеюсь, информация была для вас полезной. Благодарю вас, что вы со мной. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще не раз. На сегодня всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok